Божественная качество Козерога — это сила. Сила, как проявление энергии синего луча, как мощный толчок Альфы и как в освобождении Духа. Под воздействием Козерога рождаются миры и входят в проявление на эфирном плане. Следовательно, это является громадной силой, проявляющей себя непосредственно в час Вашего рождения. Вы получаете в это мгновение толчок силы, жизненный импульс. Святой Дух воспламеняет Вас как лепестковое пламя, обдыхает Вас дыхание жизни, и Вы получаете импульс силы, который закрепляется в Вас на всю Вашу жизнь, и который Вы празднуете каждый год. Но мы должны осознать, что каждому Бога качеству противостоит определенный аспект Майи, аспект астрального плана, аспект иллюзии. И в этом случае с 12-й линии часов качеству Бога силы будут противостоять критика, суть и осуждения. И Вы заметите, что в первый же месяц после своего рождения, дня рождения, Вы будете ежедневно принимать решение, станете ли Вы воплощать качество Бога силы как проявление пламени Бога, как синий свет и волю Бога, или решите широко распахнуть дверь для обвинений, суда и осуждений, которые будут подступать к Вам, как мировой моментум, и моментум Вашей собственной кармы прошлого. В течение всего этого месяца Ваша карма прошлого, где бы и когда бы Вы не получили силу и не исказили ее, послав обвинение любой другой частицы жизни, осудив ее, наложив на нее проклятие, что являлось искажением энергии Казирога, обвинениям, будет возвращаться к Вам в форме обвинения в Вас каким-то другим человеком или другими людьми. Такое искажение качества Бога силы должно получить искупление, и происходит это с помощью действия фиолетового пламени. Вы взываете к великому божественному направителю, который является иерархом, оказывающим поддержку в закреплении богокачеств Казирога, собаки, и просите Его о расширении воли Бога как силы и о трансмутации причины сердцевильной обвинения, суда и осуждений. При этом Вы заметите, что все испытания, которые Вы будете проходить в течение этого месяца, будут в той или иной степени иметь отношение именно к данному типу энергии, с которыми Вам придется столкнуться. И это придаст Вам очень сильное ускорение в Вашем стремлении достичь самообладения в этот месяц. Так что Вы будете знать, чего Вам ожидать. Потому что, когда Вы не знаете, что ожидать, какие испытания впереди, это является причиной, заставляющей людей совершать ошибки, терять самообладение и искать возможность исполнения собственной миссии. А когда Вы знаете, что Вам ожидать, это приводит в Ваш состояние подъема и вселяет надежду. И далее, понимание, с чем Вам придется столкнуться во второй месяц года, является возможность под руководством и эрархии водолея сфокусировать энергии Бога-любви. И испытания, которые Вы будете проходить при этом, придут к Вам, как возвращение кармических энергий ненависти вплоть до неприязни и раздражения. Если когда-нибудь в прошлых жизнях Вы ощущали кому-нибудь ненависть, то эта энергия ненависти возвратится к Вам для транспорции. И, следовательно, перед Вами всегда будет стоять выбор, либо поддаться в ампу, быть захваченным стиральным старым энергиям ненависти и двинуться вперед и хавать с помощью дисциплины решимости способность стрелять лименей, научиться любить своих врагов, любить жизнь бескорыстно, прощать и погружаться со сознанием Сан-Джер-Мэн, на который служит в миссии в Сан-Джер-Мэн, чтобы помочь нам резать хайоризовать любовь на этой планете. Зная об этом, Вы можете понять, почему пришло определенное ощущение, что Вас окружают дикие кульки энергии ненависти в течение второго места, недавно начавшегося очередного цикла. Почему они стоят сильные и, возможно, оправлены на Вас непосредственно, или поднимаются из Вашего электронного поля, выходит из ненавиа подсознания. Но перед Вами космические часы, и вместо того, чтобы обвинять себя за то, за это, и в очередной раз попасться в ловушку, Вы отслеживаете их по схеме, и научно понимаете, что эти энергии должны быть поглощены. И Вы отправляете их в пламя, а сами двигаете вперед. Это спасает Вас от тысячелетних распятий, расприй, когда Вы просто знаете, чего Вам ожидать. Если Вы изучаете верение 6.04, то Вы увидите, что в секции А там перечислены имена владык в порядке соответствующих жювлений, космические часов и 12 солнечных терапевтов. Здесь Вы увидите, что великий Божественный Правитель работает с иерархией Козерога и поддерживает качество Бога Силы и так далее. То есть существуют индивидуальные владыки, которым было поручено работать с нашей планетой, чтобы оказывать помощь Вам, Вне и всему человечеству, овладеть данными циклами под руководством солнечных иерархов. Мы можем прочитать их имена, понять, кто они и какой владыка соответствует знаку, под которым Вы родились. Но определив линию, на которой Вы родились и продвигаясь к обладению этих циклов, Вы точно так же можете поступить с положением Твоей Луны и с асцендентом. Для этого Вы просто определяете положение Вашей Луны в момент своего рождения. Пообещайте ее на схему космических часов и продвигайтесь по линиям, наблюдайте, какие испытания будут проходить, приходить к Вам в плане лунных энергий каждый месяц в годичном цикле. Сейчас я хотела бы удостовериться, что Вы понимаете, понимаете, что Ваш зоотиакальный знак, тот, под которым Вы родились, это знак, через который Вы развиваете свое богосознание. Развивайте сознание своего истинного присутствия, развивайте овладение этим сознанием. При этом знак Луны это знак Вашей внешней личности. Сегодня большинство людей на Земле живут как часовой механизм двигаясь вместе со своим знаком Луны в ее 28-митином цикле. И где Луна находится, те энергии, они и проявляют в своей внешней человеческой личности и в общей отношении с другими такими же личностями. Искаженные энергии каждого из этих домов или, иными словами, низшей энергии будут получать приумножение силы нулы, потому что Луна это диск света, который приумножает тело чувств, или эмоциональный квадрант, или воду, элемент воды, что на нашей планете известно как астральный план, в котором сконцентрированы самые грязные и темные энергии человечества. Поэтому Луна влияет на людей очень сильно и негативно. Но она должна быть трансмутирована, потому что Луна это всего лишь зеркало, которое отражает все, что находится в человеческом теле чувств, как коллективно, так и индивидуально. И если мы очистим свои чувства, то увидим, что Луна начнет отражать свет Бога, который присутствует в нашем эмоциональном теле, и который получит приумножение силой этой Луны, как и все, что есть благо, и все, что является добродетелью. Следовательно, 28-дневный цикл Луны покажет, на что нам следует обратить внимание в первую очередь, кроме непосредственного положения Луны в момент рождения, если мы проведем этот 28-дневный цикл по всем временам 12-ти иерархии. В данный момент Луна находится в луне, в момент, когда давалось свет. Следовательно, будут особенно усиливаться низшие уровни эго-фактора, эго, который утверждает само себя. Но если индивидуум обладает соответствующим Христа достижением на данной линии, то в этом цикле будет происходить утверждение возвышения его Христа потенциала, потому что Овен расположен на третьей линии часов, это знак Сына, знак Христа и знак Сына Овна. Следовательно, в Овне мы реализуем наше божественное эго, наше Я Христа, и мы познаем себя и друг друга Христа, мы возвышаем Христа. А низшее эго является эго-исхажением, потому что это не что иное, как плоский ум, который узурпирует власть Христа. Следовательно, в этот период, когда Луна находится в Овне, у нас есть шанс пройти испытание на эго. Позволим ли мы своему эго выйти из-под контроля в какой-либо ситуации, или мы позволим повелевать и господствовать Христу. Сегодня вечером Луна перейдет в знак Тельца, и Рархи Тельца фокусирует пламя повиновения послушания. Искажением этого качества является бунт, неповиновение упрямь с отрицанием закона. И когда бы Луна не входила в этот дом, вы можете сталкиваться с проблемами дисциплины поведения ваших детей. Вы можете столкнуться с тем, что они будут переходить границы установленных к вами матриц поведения дома и семьи, и вы должны принять этого во внимание, потому что так действует массовое сознание в данный период. И неважно, каков уровень развития ваших детей, даже наоборот, чем сильнее они развиты, тем скорее они ощутят этот мировой момент бунта и неповиновения, который в прошлом являлся причиной изотопления звук континентов, и который по-прежнему остается очень тяжелой записью в нашей планете. Земля известна как планета, взбунтовавшая с лесной потоком. Так она известна в нашей Солнечной системе. Бунтари, которые желают получить свободу не принять на себя ответственности. Очень многие взбунтовавшиеся души были высланы на Землю в течение многих веков. И так, когда Луна приближается к вхождению созвездия Тельца, мы должны знать, что нас ожидает испытание. Любим ли мы Бога настолько, чтобы повиноваться Его законам, даже если мы не понимаем их?